В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Она расстается с профессиональным спортом со спокойной душой, считая, что пришло то время, когда нужно открыть в жизни новую дверь. Белая молния, олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, ушла из большого спорта. Лето – время испытаний для выпускников. На совещании в Комитете государственного контроля Брестской области обсудили, каким должно быть государственное тестирование и что нужно учитывать и абитуриентам, и преподавателям, чтобы избежать неприятных неожиданностей. В центре внимания законодательство в сфере инвестиций и приватизации. На примере двух предприятий Брестского региона депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь обсуждали, каким должно быть законодательство в данном направлении. Хранительница традиций высокой культуры французской королевской семьи, учредитель и президент Ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса, любительница белорусских драников и белорусского пива. Брест посетила французская принцесса Таня де Бурбон-Пармская, прямая наследница династии бурбонов. Прямо сейчас об этом и не только. Важное событие произошло на текущей неделе в спортивной жизни Брещенной страны. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко заявила о завершении карьеры. Белая молния больше не будет выходить на беговые дорожки, однако это не значит, что спорт уйдет из жизни Юлии Викторовны совсем. Свою будущее знаменитая легкоатлетка видит в тренерской деятельности. На торжественных мероприятиях, знаменующих этап важного перехода, побывала съемочная группа телеканала Бук-ТВ. Подробности в материале Анастасии Стропко. Эти 10-93 запомнила не только Юлия Нестеренко. Беларусь с радостью, а мир с удивлением наблюдали за триумфом представительницы страны, для которой легкоатлетический бег – не коронный вид спорта. Но белая молния, как ее тут же окрестили журналисты, смогла. И это была сенсация. И была она, как будто вчера. Так свежи еще воспоминания. А прошло уже без малого 13 лет. Жизнь не стоит на месте. Юлия Нестеренко уходит из профессионального спорта. О том, почему приняла такое решение и что планирует делать дальше, прославленная легкоатлетка рассказала в рамках специальной церемонии. Ее первая часть состоялась на стадионе спорткомплекса «Брестский». Все, кто был в рамках, все, кто был в рамках для меня, для моей души. А моя душа – это самая главная, главная, важная, важная, что у меня есть. Знаете, величезная сила, которая выдастся на возрасте, на моей души, ну, появилась какая-то крутая сила, мусорная сила. Сила – это круто. И я думаю, что это, что я не буду с этой спортсменной жизни. Спасибо, что я не дам. Спасибо, что я не дам. Последний символический старт Юлии Нестеренко в качестве спортсменки состоялся в Бресте, городе, в котором путь к звездам начинался. Сегодня Юлия Викторовна мечтает помогать находить дорогу победителя молодым белорусским дарованием, которых, к слову, благодаря ее триумфу стало значительно больше. После олимпийского золота Нестеренко в Беларуси случился всплеск интереса к бегу. Подрастают хорошие дети. Будем надеяться, что с них кто-то покажет хорошее результат. Есть такие дети, которые сейчас показывают результаты намного выше, чем в их возрасте показывал Аюль. Так что будем надеяться, доживем до тех времен, что появятся еще олимпийские чемпионы. Я когда-то в интервью много-много лет назад, когда Юлия еще не выступала, мне сказали, какая твоя мечта. Я сказал, чтобы моя ученица была чемпионкой. Стояла на пьедестале олимпийской. Но это свершилось. Так что я считаю, что мечта моя, как тренера, осуществилась. Продолжение церемонии состоялось в городской мэрии. В адрес прославленной легкоатлетки прозвучало немало теплых слов, пожеланий и благодарностей за добытую нелегким трудом золотую медаль. Гордость не только Брещины и ее центра, но и всей страны. Конечно, на всех уровнях ее заслуга была отмечена. А то, что касается нас, Брестской области, так мы гордимся о том, что она выросла у нас, что она родилась, она здесь занималась, тренеры ее были. Поэтому мы всегда считаем ее человеком, тот, который действительно прославляет Брестскую область. И не зря она же является почетным гражданином города Бреста, имеет также множество наград и заслуг. И в дальнейшем она всегда, она же останется символом для нас, для Брестской области. Воспоминания. То, что даже время не способно отнять у человека. Выходившие на сцену в день официального завершения карьеры, Юлия Нестеренко нередко возвращались в своих речах в день ее триумфа. К примеру, мэр Бреста Александр Рогачук рассказал об ответе мужа Юлии Дмитрия в августе 2004-го. На вопрос, собираются ли они теперь, после победы, уехать из города над Бугом. 24 августа 2004-го года Дима давал интервью пресс-блогу Юлия Владимировича. Там на соревнованиях. И корреспонденты спросили, Ну а вот теперь, наверное, Минск, трехкомнатная и четырехкомнатная квартира и категорический ответ. Я никогда из Бреста не уеду, как бы дальше дела не было. Вот это настоящий патриотизм. Был такой Дима? Было. Вот это настоящий патриот города, вот это настоящий патриот Брещена. Поэтому, Юлечка, вы наш символ, в том числе и поэтому вы почетный гражданин нашего города Бреста. У нас, как реклама, все только начинается, потому что массовые предприятия, вместе спортивные предприятия, вместе городские, вместе все будет хорошо. Юлия Нестеренко уходит из профессионального спорта, но это не значит, что легкая атлетика уйдет из ее жизни. Среди планов Юлии Викторовны тренерская работа. Сегодня же олимпийская чемпионка входит в состав спортивной команды Госпогранкомитета Беларуси. Даже имеет звание майора погранвойск. Одним словом, жизнь продолжается. И в этой жизни есть новые цели и задачи, которые человеку, надевшему лавровый венок победителя Олимпийских игр, точно по плечу. Сейчас бы я хотела сказать, что я не думала, что этот день станет таким радостным и счастливым. Конечно, грустно расставаться со спортом, но сегодня и сейчас. Спасибо вам за все подарки, но самое главное, надеюсь, эмоции, чувства, которые я сейчас испытываю. Этот день навсегда останется в моем сердце. Спасибо. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях и мероприятиях. 12 июня в стране будет дан старт централизованному тестированию. В этот день за парты для решения первого вступительного экзамена сядут абитуриенты, выбравшие в качестве одного из основных предметов белорусский язык. Подготовка к такому периоду началась задолго до июня. И сегодня все службы и ведомства готовы к приему будущих студентов на экзамены. Об этом заявил во время совещания председатель комитета государственного контроля области Дмитрий Баско. О том, где в Брестском регионе будет проходить централизованное тестирование и какие аспекты должны учесть абитуриенты, собираясь на экзамен, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Вступительная кампания началась в стране 2 мая с момента открытия регистрации на централизованное тестирование. Процесс проходил довольно активно и эффективно. Большинство абитуриентов мотивировано и к моменту подачи документов уже знают, какие предметы и где они будут сдавать. Это, наверное, самый насыщенный в мае моей жизни. Сейчас такое самое серьезное время. Идет подготовка активная к тестам, к сдаче школьных экзаменов. Очень удобно, что можно прийти, быстро зарегистрироваться и потом спокойно, уже ни о чем не волнуюсь, прийти на тест и все сдать. Мои планы на будущее – это хорошо сдать централизованное тестирование. Я считаю, что это очень хорошая и удобная система, не нужно бегать по кабинетам. Можно все это зарегистрироваться в одном кабинете, потом оплатить и вернуться за пропусками. Всего для прохождения централизованного тестирования в четырех учреждениях области было зарезервировано 54 480 пропусков. В связи с тем, что в этом году появилась возможность сдавать четыре экзамена, а срок действия сертификата продлен до двух лет, многие поспешили проверить свои силы. Об этом и о том, как организован процесс проведения централизованного тестирования в регионе, шел предметный разговор во время совещания Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании. Указом главы государства создана Государственная комиссия. Членами Государственной комиссии, помимо председателя комитета госконтроля Брестской области по области, является помощник главы государства, инспектор по Брестской области Герасим Василий Николаевич и заместитель председателя Брестского обл. исполкома Олег Величко. Также созданы на сегодняшний день областная комиссия по контролю за ходом вступительных экзаменов и созданы комиссии по учебным заведениям, которые будут также отслеживать ход проведения вступительных испытаний. Уже 12 июня первый вступительный экзамен будут сдавать абитуриенты, выбравшие в качестве одного из испытаний белорусский язык. Во всех четырех пунктах сдачи, а это четыре вуза региона, будут постоянно работать все контролирующие службы. Конечно же, комиссия комитета государственного контроля, УВД, МЧС, постоянно рядом со зданием будет дежурить экипаж скорой медицинской помощи. Организаторы централизованного тестирования напоминают о необходимости иметь при себе паспорт, пропуск, черные гелевые ручки и на отдельные предметы калькулятор. Использование посторонних предметов, таких, например, как мобильный телефон, может быть чревато последствиями. Были случаи у нас удаления абитуриентов в связи с пользованием мобильными телефонами. Даже они, может быть, и не пользовались ими, а просто взяли с собой. Мы уже несколько раз на этапах где-то и предупреждаем, и организованы специальные ячейки для хранения этих мобильных телефонов. Но, тем не менее, вот такие случаи бывают. Конечно, обидно, когда зазвонил телефон и вынуждены просто его удалить. Хотел напомнить ребятам, что обязательно наличие паспорта, потому что без паспорта просто их не пропустят на тестирование. Ни в коем случае, никакие копии, даже заверенные нотариальные и так далее. Ни в коем случае паспорта не отдавать на визы и так далее. Вот, паспорт в оригинале, причем именно паспорт, так скажем, хозяина. Вот, гелевая черная ручка, в которой будут заполняться бланки ответов. Ну, соответственно, пропуск, который им выдали вот сейчас вот при регистрации. На тестирование по физике и химии разрешен калькулятор. В принципе, эти все моменты, они прописаны в памятке, которая, соответственно, так скажем, находится вместе с пропуском, который ребята получили. Начало тестирования в 11.00. Опять же, ни в коем случае не опоздать. Потому что, если опоздают, двери закрываются, пакеты вскрываются и, соответственно, в общем-то, уже без возможности как-то сдать. Во время проведения вступительной кампании будет постоянно работать горячая телефонная линия. Все возникающие вопросы абитуриенты и их родители смогут адресовать специалистам, которые постараются помочь или найти ответ. Накануне Брещену с визитом посетила постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике. В программе посещение двух предприятий. Одного в Березовском районе и одного в городе Надбугом. А также расширенное заседание с участием руководства области, представителей государственных органов и бизнес-сообщества. В центре внимания – законодательство в сфере инвестиций и приватизации. Побывала на мероприятии и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Остробко. За круглым столом члены делегации, представители руководства региона, госорганов и бизнес-сообщества. На прямой конференц связи районы Брещены. В центре внимания – инвестиционная деятельность и приватизация. В настоящее время постоянная комиссия по экономической политике работает над законопроектами, которые должны внести изменения в вышеназванные процессы. Чтобы документы были максимально проработаны, отражали реальные запросы заинтересованных сторон и решено провести встречи в регионах. Основная цель последних – обмен мнениями, обсуждение проблемных моментов и поиск путей их решения. Предложения и замечания будут учтены. Основная цель этих двух законопроектов – это улучшение условий осуществления инвестиций, снятия барьеров и рисков, которые могут быть связаны с инвестициями в новые объекты и в действующие объекты. Это, например, сроки исковой давности по приватационным сделкам. Это вопросы компенсации ущерба или затрат инвестора при национализации, реквизиции, ряда случаев, которые могут потребоваться государству при общении с инвесторами. Это такие важные моменты, которые, может быть, не так часто применяются, но они являются рискованными для инвестора. Мы пытаемся устранить. Как действуют инвесторы, иностранные и отечественные члены делегации смогли увидеть на примере двух предприятий области. Среди них – Брестский чулочный комбинат. Предприятие выбрано не случайно. Субъект хозяйствования развивается, модернизируется производственный процесс, внедряются современные технологии. Здесь постоянно ищут и находят новые перспективные направления деятельности. Последние несколько лет активно инвестирует в развитие Брестского комбината Гродненская компания «Конте-Спа». Только в прошлом году на закупку оборудования нами было потрачено денег акционеров более 3 миллионов долларов. В этом году мы тоже обновили часть, вернее не обновили, а купили нового оборудования. Этот процесс продолжается. У нас есть программа до конца года. Сумму конечную я не назову, но тоже речь идет про сумму от миллиона долларов и выше. К слову, в целом начало 2017 года для Брестской области в части привлечения инвестиций оказалось неплохим. Проявляют активные интересы, вкладывают деньги в экономику края, как иностранные инвесторы, в основном россияне, поляки и немцы, так и отечественные. Среди сфер, которые в приоритете промышленность порядка 78%, а также торговля и сельское хозяйство. Мы почти находимся на уровне прошлого года по инвестициям в основной капитал. В то же время инвестиции за счет иностранных источников выросли у нас по сравнению с тем же периодом прошлого года на 70%. И в полтора раза выросли прямые иностранные инвестиции, поступившие к нам. То есть, в принципе, получается, что мы, например, по прямым иностранным инвестициям уже превысили в целом тот уровень, который смогли добиться за весь 2015 или за весь 2016 год. Я надеюсь, что существующие темпы будут сохранены. В области есть достаточное количество инвестиционных проектов и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Поэтому, надеюсь, все будет достаточно хорошо и успешно. Законопроекты об инвестициях и приватизации летом должны поступить в Палату представителей. Рассмотрены будут, вероятнее всего, на осенней сессии, затем во втором чтении на весенний. И при благоприятном прохождении всех этапов уже летом 2018-го могут быть подписаны главой государства. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. Взаимоотношения Белоруссии и Франции продолжаются уже не один десяток лет. И это не только дипломатические, но и социальные, культурные, благотворительные связи. Мероприятие, о котором мы расскажем вам в следующем материале нашего выпуска, тому подтверждение. Накануне город над Бугом посетила французская принцесса Таня де Бурбон-Пармская. Прямая наследница династии Бурбонов. Ее считают одной из хранительниц традиций высокой культуры французской королевской семьи. В областном центре принцесса посетила среднюю школу номер 15, а также приняла участие в благотворительном аукционе. Почему французская гостья с удовольствием приезжает в Беларусь? Что связывает ее с нашим краем? И почему в 21 веке так важно быть милосердным? Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Добро пожаловать, мы рады вас видеть. Именно так встречали французскую принцессу в средней школе номер 15. В Бресте это свое, пусть и небольшое, но государство, где живут удивительные франкофонные традиции. С 2007 года в школе существует и развивается билингвистическая секция, принцип которой довольно прост. Научить ребят не просто говорить и понимать язык Дюма и Экзюпери, но и думать на французском строе не просто предложение, а аргументацию и тезисы. Поступают ребята в билингвистическую секцию в конце учебного года, когда они в седьмом классе, сдают вступительные экзамены. Уровень А1, то есть это начальный уровень. Это мировой практики, принятые градации А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Это уже самый высокий уровень, это уже для студентов больше. А если они успешно сдали экзамены и при этом имеют высокий рейтинг общей успеваемости, они зачисляются в билингвистический класс и начинают учиться французскому языку по методике Дельф. А подтверждением тому стала большая программа, которую подготовили для Тани де Бурбон пармской школьники. Для французской принцессы учащиеся исполнили белорусские фольклорные мелодии на уникальных народных инструментах. Кроме того, принцесса посетила этнографический музей Спадшина, где экскурсию на французском языке для нее провели старшеклассники. Особенно заинтересовали почетную гостью элементы старинной домашней утвари – рушники, полотенца, а также посуда. И это неспроста. Во Франции Таня де Бурбон пармская известна как учредитель и президент ассоциации по продвижению искусства в мир бизнеса. Основательница тематической премии, инициатор мастер-классов по обучению стандартам организации торжеств и приема гостей. Попробовала французской гости и соткать белорусскую простынь. Севзостанок она со свойственной ей легкостью влилась в процесс. Своими впечатлениями, которых действительно оказалось немало, она поделилась в книге отзывов почетных гостей. Я занимаюсь искусством гостеприимства. Это все те ремесленные традиции, которые связаны с сервировкой и декорированием стола, в частности. И вот по этой тематике мы работаем в Беларуси, организуем мастер-классы, семинары в этой части и готовим другие проекты, которых чуть позже вам тоже объявим. В школе есть все необходимое для углубленного изучения языка, подчеркнула Таня де Бурбон Пармская, общаясь с учащимися билингвистической секцией. И есть результат использования материально-технической базы. Диалог получился насыщенным и интересным. Ребята рассказывали о себе, а после расспрашивали почетную гостью о профессиональных предпочтениях, о том, чем живет французская принцесса, как одевается, есть ли гастрономические пристрастия. Как оказалось, Таня де Бурбон особенно по душе белорусской кухни. Каждый раз, приезжая в Синеку, она старается открыть для себя что-то новое и с улыбкой добавляет, в том числе и пиво, которое у белоруса вкусное. На самом деле все, что я пробую в Беларуси, а мои визиты так организованы, что каждый раз удается попробовать что-то новое. И мне всегда очень нравится. Это то, что я люблю. Это хорошее мясо разных видов. Это блюдо из картофеля, конечно, то, что у вас называется драниками, мне очень нравится. Причем с разными соусами на основе овощей. Это все то, что я ем и очень люблю. Ну и еще и пиво нравится, хотя, конечно, об этом, наверное, в стенах школы говорить не смогу. Кроме того, в рамках поездки в Брест французская принцесса стала специальной участницей благотворительного аукциона. Врученные средства будут перечислены Жабенковской специальной общеобразовательной школе-интернату. Одной из самых актуальных проблем здравоохранения начала 21 века является болезни системы кровообращения. Они занимают ведущее место среди всех причин смерти и инвалидности в Беларуси. В городе Бресте в 2016 году было зарегистрировано 38 212 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Из них, спервые выявленными заболеванием, 1858 человек трудоспособного населения. Цифры статистики не оставляют иного выбора, как обращаться к актуальной проблеме. В рамках реализации плана мероприятий государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы организациями здравоохранения большое внимание уделяется снижению факторов риска заболеваний за счет создания единой профилактической среды. Акцент поставлен на обеспечении профилактики посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи. С целью продвижения идей здорового образа жизни по инициативе заместителя председателя Брестского обл. сполкома Олега Величко организован профилактический проект «Здоровое сердце. Залог успеха». На этот раз объектом внимания стало предприятие «Санта-Брэмар». Эффективная профилактика и снижение заболеваемости, смертности и инвалидности населения от болезни системы кровообращения. Повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам является одной из главных задач государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы. Специалисты здравоохранения Брестской области к этим актуальным вопросам подходят со всей ответственностью. Самое главное – привить гражданам привычку регулярно посещать врача. Доводы самые убедительные. Для сотрудников предприятия «Санта-Брэмар» главный врач Брестского областного кардиологического диспансера подготовила ряд неопровержимых фактов мировой практики для размышлений. Сколько людей знают хотя бы цифры своего давления? А как они измеряют только когда плохо становится или каждый день? А как они принимают назначенное лечение? Только вроде бы до нормализации состояния или пожизненно, чтобы оно не поднималось? У нас вопросов масса. И, конечно, мы, медики, наша задача информировать население, учить прежде всего, но и потом, конечно, требовать. Вы знаете, что в европейских странах, в мире страховая медицина не допускает ни посещений, ни выполнения каких-либо назначений врача. То есть, если врач указывает, что пациент не принимает таблетки, либо не снизил вес, либо продолжает низкую физическую активность, ему не выплачивается страховка, если это привело к каким-то последствиям. Мы еще, пока у нас социально направленное государство, у нас доступность и бесплатность, мы этим не пользуемся. Болезни человека напрямую зависят от образа жизни, а потому пересмотреть свои взгляды и поведение не лишнее. Факторов риска заболеваний системы кровообращения немало. Курение, употребление алкоголя, недостаток физической активности, нездоровое питание, повышенный холестерин. На каждый из пунктов главный кардиолог области обратила внимание работников предприятия. Едва ли кто-то из них придает должное значение своим привычкам, едва ли задумывается о том, что является врагом самому себе, предпочитая пассивность и злоупотребление вредными привычками. Акция «Здоровое сердце. Залог успеха» помогла обрещанным сделать первый шаг на пути к здоровому образу жизни. В какой-то мере это и диспансеризация нашего населения. То есть сегодня на данном предприятии работающие могут получить консультации с врачей, кардиолога, терапевта, эндокринолога, офтальмолога, также пройти цикл диагностических исследований, электрокардиограмма, УЗИ сердца, исследования крови на глюкозу, на холестерин, липидограмма, гликированный гемоглобин. То есть многие исследования и многие показатели будут оцениваться сегодня в ходе проведения акции. Возможность получить консультацию специалистов не так давно была и у работников Брест газоаппарата. Областными организациями здравоохранения Бреста для сотрудников были организованы диагностические исследования уровня глюкозы и крови, электрокардиограмма, проведение эхокардиографии сердца, расчета индекса массы тела, измерения внутриглазного давления. По итогам осмотров пациентам давали направление на внеочередное дообследование в Брестке областной кардиологический диспансер. В 2016 году в области заметно снизился показатель смертности от болезней системы кровообращения, а также случаев первичной инвалидности в трудоспособном возрасте. Однако даже этот положительный момент не дает возможности специалистам здравоохранения изменить свой подход. Активная профилактическая работа с населением была и будет главной задачей врачей. В городе Бресте на сегодняшний день около 38 тысяч человек страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Только за прошлый год около 1800 случаев впервые выявлены заболевания, причем в трудоспособном возрасте. Поэтому цель акции привлечь население, работающего населения к данной проблеме, для того, чтобы они были мотивированы на сохранение и укрепление своего здоровья, на формирование здорового образа жизни, но и могли пройти обследования, какие-то первичные обследования, и заняться своим здоровьем вплотную. Профилактика болезни системы кровообращения и необходимости. Тема актуальна. Цель – достучаться до каждого. Повысить долю ответственности граждан за свое здоровье будут призывать специалисты области и в дальнейшем в планах посещения предприятий и организаций Брещины. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О победителях, победе и ее формуле пойдет речь в нашем следующем материале. О фееричном успехе Брестского Динамо без сомнения слышал каждый белорус, возможно, даже тот, кто не является фанатом короля спорта. Завоеванная победа динамовцев в Кубке Беларуси 2017 года ударной волной прогремела на всю страну. Благодаря этому триумфу футбольный клуб города над Богом представит интересы страны в Лиге Европы. Съемочная группа нашего телеканала узнала, в каком ритме сегодня протекает жизнь Динамо и понаблюдала за тренировочным процессом команды. Поинтересовалась планами и перспективами на ближайшее будущее. А пока давайте вспомним матч, закончившийся, ошеломляющий победой наших футболистов. Сегодня город над Богом можно по праву назвать не только гандбольной столицей, но и футбольной. К победе «Брестская Динамо» стремилась не один год. Спустя 10 лет после первого Кубка, завоеванного в 2007 году и напряженной послематчевой лотереи в финальном поединке за почетный трофей, а это 20 пенальти, футбольный клуб «Динамо Брест» становится обладателем Кубка Беларуси во второй раз и приобретает путевку в большой спорт – Лигу Европы. По-другому не могло быть. В общем, те эмоции, которые были на стадионе, они еще остались и после игры, потому что вот эта вся атмосфера, она, наверное, настолько проникла, что это невозможно передать словами. Нужно было присутствовать на матче, чтобы вот это все ощутить. Болел очень, конечно. Когда пенальти пробивали, это было что-то с чем-то. Ну, выиграли молодцы. Что еще скажешь? Чего пожелаете в дальнейшем команде? В дальнейшем. Вперед только вперед. Феерические, неповторимые. Дело в том, что я ждала этого события 7 лет. Для меня это действительно неописуемо. Такой восторг, которого я, наверное, еще не испытывала. Я очень рада за ребят, я очень рада, что мы все-таки поехали, что мы дошли до этого, до финала, что мы его выиграли. Ребята очень молодцы. А то, что мы испытывали на стадионе, это такой, я не знаю, непередавая бы какой-то антураж творился. Столько людей, например, я еще даже не видела. На домашних матчах оно как-то по-другому, это все-таки дом. А на выезд, когда за командой такая ринулась толпа, это, конечно, невероятно. Кубок наш, победа одержана. Это бесспорно настоящая сенсация для Бреста и его жителей. Болельщики в эйфории до сих пор. Чего нельзя сказать о самих виновниках футбольной сенсации. Пока фанаты наслаждаются феерическим успехом любимого клуба, на поле футбольно-тренировочного комплекса «Динамо» жизнь идет своим чередом. Тренировки в режиме нон-стоп, подготовка к следующим матчам. Отдыхать некогда. Ведь сегодня футболисты сконцентрированы не только на подготовку к чемпионату Беларуси, но и на участие команды на Евроарене. За последнее время достаточно много произошло изменений, но изменения в хорошую сторону. Поэтому привыкаем к хорошему. Но самое главное здесь не пребывать в эйфории, а продолжать работать. Мы, скажем так, порадовались в денек второй, это все хорошо, но работа продолжается, и мы уже живем с сегодняшним и завтрашним днем. Свой трофей игроки «Динамо Брест» посвятили большой гвардии болельщиков в ответ на их грандиозную вдохновляющую помощь. И это не просто слова, а размах поддержки брестских фанатов был настолько масштабным, что динамовцам могли позавидовать многие игроки ведущих футбольных клубов страны. Перед игрой, когда я увидел, сколько болельщиков приехали, что наших болельщиков больше, чем соперников, это сделало меня очень счастливым. Я понял, что это дополнительная мотивация для нас, и, конечно, хотелось это посвятить им. За 10 лет начну с хорошего, то, что не менялось, это наши болельщики, они были, есть и будут. У нас были трудные времена, очень трудные, они поддерживали нас, были всегда рядом. Поменялось, но это, конечно, с приходом новых инвесторов, поменялось очень многое. А еще, как говорится, начиная от главного тренера и заканчивая футболистами, то есть приходят новые люди, квалифицированные футболисты, но и в то же время динамовец становится более европейским, выходит, можно так сказать, на новый уровень жизни. А пока руководство клуба признается, еще есть на чем работать и в чем прибавлять. Останавливаться на достигнутом не собираются. Кубок Беларуси уже завоеван, идет чемпионат. На кону завоевание нового титула, а потому любой матч решающий. Одно могу сказать, что да, мы были заряжены на борьбу. Повторюсь, что это заслуга в большей степени команды. А самое главное, что они хотели и верили. Если бы не было веры и желания, то, наверное, вряд ли бы что-то получилось. Поэтому на этом этапе мы выступили достаточно сплощенным коллективом, целеустремленным, считаю, хорошо подготовленным психологически. Сейчас работа, надо смотреть вперед. Праздничное настроение. С одной стороны, хорошо, это позитив. С другой стороны, надо переключаться на чемпионат. Легчилины Торрес, Фомией, Лебедев, Кириленко, Малерб, Букаткин. Это будущее брестского футбола. Это игроки брестского «Динамо», обладателя Кубка Беларуси 2017. И вполне возможно, что эти известные сегодня в Бресте фамилии возглавят европейский рейтинг лучших футболистов. Пожелаем им удачи. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 4 июня ночью большая часть страны останется в поле повышенного давления. Днем через территорию страны будут проходить атмосферные фронты. В Бресте в воскресный день будет солнечно и жарко. Температура воздуха минимальная ночью 10 градусов, максимальная днем 25 со знаком «плюс». 5 июня ночью и утром сохранится влияние атмосферных фронтов. Днем с территории Польши начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром в Бресте пройдут дожди. Возможны грозы. При грозах порывистый западный ветер. В отдельных районах сильный порывистый ветер. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 16-19 градусов. Редактор субтитров А.Семкин